смотрим дальше давайте брать так отвечаю на ваш вопрос сейчас я не буду фотографии показывать это фотографии фантастические подвой манджурский абрикос так а это было одно из первых поколений то есть не со сыновей манджурства как сейчас я иногда делаю просылаю сыновья манджурства они чуть-чуть культурнее от чистого самого манджурского абрикоса причем первые годы он еще не был оккультурен потом влияние соседей вокруг появился королевский манитоба абур они его оккультурили именно оккультурили я же не слепой даже прямой контакт не в потомстве когда потомство меняется а само дерево меняется будучи огромным будучи таким знаете и все равно меняется все равно влияет плоды другие немножко один год более почти красные потом вернули желтые кто от себя работает я знаю амур вот а считаете что этого не происходит а телегонии нет пожалуйста набирайте прямо сейчас вот закончится это берите телегонии прямо в этом википедии и все узнаете чуть ли нету ее телегонии нету нету не существует вот а тут получается так фейна была это значит академик был привит на ну черт меня дернул ну один раз кто-то и ночью нашептал я часто просыпался ночью писал статьи вот ну зачем я королевский привел уже в свою очередь на академика я сейчас не знаю зачем мне это надо было и вот родилось чудо чудо которое было атакованным бабочек меня больше удивили не пчелы которые жрали тучи именно плоды когда они созрели и стали запах меда но почему на них сидели сотни бабочек я сейчас понять не могу и жрали жрали вот это все чудо жрали первого рожая вот вот под мой это практически дикий потом идет академик а потом на него привита мощная ветка королевская это мощная ветка ты дала это чудо а что написано в настоящем вот в этом еще раз говорю это помойка а не это самое а не википедия вот это не энциклопедия которая отшлифована сотнями академиков это википедия это помойка и в этой помойке что написано в бурнец не знаю что написано не скажу а в справочнике бумажном я ей больше верю написано что абрикос королевский является сельцем абрикоса гибрида с персиком вот так вот вот и вот это чудо найти его или это да нет уже сколько раз покажу так так что фаина да это бг но опять я когда с ним я так взял привил выросил пять потомков должны сохранить качество ни одна не сохранил ни одна и больше не летали бабочки и больше не атаковали пчелы нет когда они падают гриют там уже целая толпа этих ос когда падают а на дерево уже не трогали вот но это бг почему во-первых тройной гибрид во-вторых все-таки манджурский абрикос декаль изначально декаль и роскошнейший академик роскошнейший королевский из Франции это две крайные два крайних сутья на одной эволюционной лестнице вот так я разъясняю это все мои токатки мои термины поняли так добрый вечер Екатерина Сергеевна так левши уникальные люди да я тут тоже у них много толпы есть эй левши среди вас удовольствия мне обидно даже за Олегу он так старался вот я сейчас перезармин резал вот так старался так старался понимаете вот но не могу даже продать вот его имени поширите в деревне когда у нее весь доход только в этом ладно так что левши уникальны значит их просто нет среди нас Артем Сементьенко спасибо большое получил даже больше информации чем рассчитывал получил то что мне нужно чуть позже сформировал задавайте ничего не боюсь другое дело что вот эта информация это для вас но тут же рядом если вы начать вот это пусть у вас тысяча участников случайно то есть нет садоводов им сказали там железо будет садиться и вы знаете много интересов вас наконец перестанут дивную садиться и вы больше не купите всякого дерьма он во всему научит и вот я начал бы эту лекцию и вот их уже 900 осталось вот уже 800 и к этому момент осталось 28 штук вот 8 человек я уже шутя говорю нас уже штуками надо считать нас так мало вот не сотнями а не десятками штуками и вот получается что это горькая правда то что я говорю это для обычных людей и то что недоступно им это просто не нужно вот и какая разница есть мы греем или нет вот то есть и заградов это штучное изделие вот все что я могу о нем сказать так та фотография где два склада северный и южный ну вас уже учить поздно конечно северный и южный там уже выгорела трава а там еще зеленый ну вас учите извините только портит вот Екатерина Сергеевна Краснояр представила вашу книгу Тайны плодовых деревьев прекрасный ваш труд это у вас да дал ответы на некоторые мои вопросы и открыли вы мои глаза так ну-ка где у меня такие записки ой далеко ну вы понимаете как у книги речи садовод она два названия Тайны плодовых деревьев или садоводство для избранных судьбой вот вы Екатерина избранная судьбой поэтому я читаю ваше письмо дальше подскажите пожалуйста до издевания у меня есть возможность поливать плодовые деревья шланг для городской или проводной водой постоянно отстойной водой лишь в бочки но можно ли поливать нет но можно ли поливать городской неотстойной водой и можете рассказать про посадку и уход со смородиной крыжовником также на холм посадить так что пол книги же как я сейчас расскажу нашла одно видео которое вы говорите о том что самую лесную ветку надо отрезать мы не дошли до этого давайте сначала и по повязку смотрите ну вы это 35 минут господи как это все куда-то смотрите сюда и так Екатерина поехали очень хороший вопрос и так дождевания поливать деревья и шланги от городской водопровод и так у вас проведена центральный водопровод вы можете просто взять кран открыть и по шлангу пошла вода ну вот так как я показывал помните самое лучшее это улитка вот эта вот есть эти улитки если надо попросите в инвенере покажу фотографии и так дождевания это когда разбрызгивание очень сильное вот чтобы не успели муравейники закрыть свои муравьи муравейники чтобы они не погибли вот в их местожилище потому что знаете что такое полив даже с неба можно погубить муравейники когда но с неба проще муравей у них есть специальный отдел называется витерология то есть за час за два до претящего дождя поступает команда загерметизировать муравейник вот а когда выключаете фланг они ничего не знают поэтому я исключил а это самое главное сахарит муравейники полива самый главный сахарит муравейник тогда получается что вы подошли включили мать числа они ничего не знают муравейники затапливают но дождевание все равно остается самым сидящим способом из всех способов помните просто фланг и уходите включите и уходите подлость и урядная итак первый вопрос второе качество воды вот этой итак городская водопроводная вода объясняю вот допустим наша вода вот в моем районе это сравнение она она абсолютно она настолько крайне настолько чистая настолько мало солевая то есть она является практически ну почти все равно где она берется если где свечки вот значит этой водой поливать можно часть садов прямо в городской черте вот этой можно поливать а возьмем допустим места где вода жуть где ее хлорируют так что отводят хлорки сами понимаете вот этой водой нежелательно лучше найти рядом водоем вот допустим копить дочку воду дочку дочка допустим воду 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 вот значит бальц ручья вот я у меня один товарищ на случай я рисую пруда мне один товарищ я в большом караке у него была дача мы приехали он мало того что ручей это воробьё переходит пешком воробьей вот по сине замочил ног он взял этот самый бадам узел у него получилось озеро которое никому не мешало там же лучей горды и вот так вот вода спокойно стекается и дальше стояли не рядом с другом а выше ниже ниже каскадом спокойно в своем участке ну замесите пути полога отсыпал дамбу и приезжаю к нему все готово удочка караси вот они пешком ходят вот буквально пешком ходят караси и вода для полива чистая ручей чистейшая вода а ручей откуда вода с неба ясно откуда вот умудрился но это лучший хороший случай а если вода вода вот хвост а если она настолько там люди вообще пить нельзя хорошо если они берут воду бутыли вода хорошо я помню дальний восток это не политика нет глупость это не политика небольшой город 1050 жителей вот построили огромный там 150 миллионов или 250 даже видели построили огромный спортзал потому что мода такая надо лизнуть лизнуть надо лизнуть обязательно ты обязан лизать если хочешь выжить а в это время тут же журналисты показывают в кране вода вонючая чистая грязь идет в городских кранах ну тогда получается вонючая вода конечно нет это просто геносит против людей потратить деньги на это пошли время строить ситуации вот этот момент такой да теперь дальше идем отстой вода лишь в бочке значит да в бочке но можно ли поливать неотстойной водой вот тут и дело что нежелательно надо чтобы хотя бы хлорка хотя бы хлорка из воды ну как называется испарилась вот выветрилась вот про посадку и уход за сморозом микрероника элементарно никаких холмов не надо садите на ровное место вот и все если даже когда посадите немножко прогнется и получится небольшая ямка для полива ничего у них корни далеко не идут пусть так будут но про холм забудьте это только для древовидных растений от до 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 Продолжение следует...